МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К слову о предвыборной агитации. Теперь концентрация обещаний партии и кандидатов лично на федеральных каналах вырастет в разы. А ролики с лицами знакомых и незнакомых кандидатов во власти видеть придется чаще. Агитируют кандидаты и наружной рекламой, но многие уже устали от предвыборных лиц на всех поверхностях вокруг. Жалуются в сети на то, что листовки портят стены, подъездные двери, доски объявлений. А кто-то креативит, например, рекламу «Единой России» и борьбы с ней стоп-хаммеров. Каких-то революционных креативных ходов политтехнологов в этой предвыборной гонке дефицит. Поэтому даже самые банальные попытки привлечь внимание разлетаются в сети. Например, на одном из баннеров кандидат Малинин оказался вниз головой. Сложно поверить, что рекламу расклеили и не заметили проблемы. Но если хотя бы на один щит он попал, то вот Андрею Шалимову, кандидата в ЗАГС Собрание, от партии «Новые люди» повезло намного меньше. Он собирает деньги на баннеры в социальных сетях на свой избирательный счет. Некоторые его поддержали, мол, молодец, не олигарх, не предприниматель, а простой парень, он идет во власть. Другие посомневались, что косметическая партия не может найти деньги на рекламу кандидата. Сегодня и вовсе телеграм-каналы написали, ЦИК исключил 8 зарегистрированных кандидатов, 3 от «Яблока», 4 от «Новых людей» и 1 из ЛДПР. Причем среди исключенных и Шалимов. Только почему-то от партии «Яблока», хотя он кандидат в ЗАГС Собрание от «Новых людей». Пока все ломали голову над тем, тот ли это Шалимов, сам он вышел в сеть. Оказалось, что в Госдуму и ЗАГС Собрание его вывегали разные партии, к слову, так можно. И договорились о том, что в этот раз я сконцентрируюсь на выборах в законодательное собрание Красноярского края. Поэтому я написал отказ от участия в выборах в Государственную Думу от «Яблока». В этом году предвыборная пора еще и связана с повышенным вниманием к возможным нарушениям при голосовании. Все больше партий пытаются быть ближе к избирательным участкам и готовить своих наблюдателей. На неделе лидер «Справедливоросов» заявил, они вообще планируют использовать мобильное приложение, которое будет фиксировать нарушения и отправлять их в московский ЦИК. Своих наблюдателей активно готовят и другие партии. И политологи говорят, это не тенденция, а опыт прошлых лет. Сейчас многие партии тратят много денег на то, чтобы получить голоса. Но это будет бессмысленно, если эти голоса потом не защитить в день подсчета на избирательных участках. Поэтому партии, естественно, озабочены не только тем, чтобы получить голоса, но и тем, чтобы их правильно посчитали. Бывает так, что два участка находятся в одном городе, в совершенно одной и той же застройке. И при этом совершенно разная явка получается на этих участках. И разное голосование в основном за партию «Единая Россия». Ну, за правящую партию. То есть, как правило, в эту сторону бывают такие странности. Усилили контроль, говорят, и в Краевой общественной палате. Напомню, что именно они занимаются наблюдением на выборах во всем регионе. Во-первых, они готовили наблюдателей. Их больше четырех с половиной тысяч человек. А во-вторых, они создают целый ТВ-центр с мониторами, которые выводят картинку со всех избирательных участков края. Где-то это будут камеры, где-то регистраторы с видео, которые тоже направят потом в ЦИК. И если кто-либо заметит нарушение, он сможет посмотреть видео, оценить нарушения с юристами и экспертами. Вы можете обратиться в центр, в штаб наш. Соответственно, мы сможем пересмотреть эту видеозапись. В течение трех дней региональная избирательная комиссия рассматривает и предоставляет заявителю соответствующий доступ к видеозаписи. В случае необходимости, при возбуждении какого-либо дела, административного, либо уголовного, была возможность запроса этой видеокамеры. Скоро начнется монтаж панелей с мониторами. А в следующий раз мы с вами поговорим об онлайн-выборах. Мы обязательно расскажем вам обо всем и продолжим следить за предвыборной гонкой. Субтитры создавал DimaTorzok